Тысячи звезд сверкают на арабском небе, бесконечный песок завораживает, а караван верблюдов, медленно плывущих по пустыне, гипнотизирует. В прошлом Савастюк часто бывал на Ближнем Востоке, но представленные работы датированы 2016-19 годами. Это размышления автора на одну из самых актуальных сегодня тем. Вот сейчас, когда средства массовой информации снова напоминают нам об этих землях, рассказывая уже не столько об их вековой культуре и традиционном укладе, сколько о событиях и обстоятельствах печальных. И этих печальных обстоятельств и событий здесь достаточно много. Мы видим военные самолеты, мы видим военные аэродромы. А еще раненую чайку оружие не терпит, ничего свободного и прекрасного. Или ребенка, детство которого проходит в руинах. Вот музыка парит над разрушенной пальмирой, А на работе смятения слышится гул толпы, отточенной молчанием пустыни. При первом впечатлении, когда заходишь в зал нашей галереи, кажется, что это что-то очень веселое и радостное. Но, вглядевшись в этот колорит, в детали какие-то, хотя здесь нет каких-то откровенных кровожадных сцен или каких-то негативных, нет. Ты понимаешь, что не все так просто, что есть какое-то напряжение, такое же, как и в красках, и в этих темпераментных мазках. Не узнать Савастюка невозможно. Мастеру можно не ставить подпись, достаточно нарисовать. Традиционную кошку или летящий вертолет. Титулованный художник, который когда-то занимался праздничным оформлением Красной площади в Москве и афишами к балетам Большого театра, и в 92 года не прочь похулиганить. Что еще удивительнее и привлекательнее в этих работах? Тот живописный темперамент, который свойственен каждой. Кажется, художник просто вытер кисть. Тем не менее, перед нами совершенное ощущение движения человека, животного, ветра в пустыне. Своеобразна и эстетика работ. Они наклеены на цветные паспорту из обычного картона, а написаны на фанере или даже упаковках. Многие не загрунтованы, а здесь, например, сохранился серийный номер. Но никакой случайности. Это подача современная такая, она удивительная, конечно, для художника, на котором достаточное количество лет. Многие галереи и музеи используют какие-то такие вещи. Это экологично, в конце концов. Выставка Савастюка продлится до конца апреля и сменится вернисажем другого Олега Михайловича – Радина. Курянин представит публике свое откровение. Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, Телеканал СЕИМ.